Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуск. Еще два дня тишины. Израиль и Хамас договорились о продлении перемирия. Партнерское пожертвование Германии выделит 7 миллионов евро на восстановление художественной галереи в Кибуце-Бэйри. Ирония судьбы. В Москве прошел показ комедийного фильма «Вася не в себе». Катар объявила продление режима прекращения огня на двое суток. Хамас и Израиль подтвердили это сообщение. Перемирие продолжится на тех же условиях. Ожидается обмен еще 20 заложников на 60 палестинских заключенных. Напомню, что за несколько дней с обеих сторон были освобождены более 140 человек. Вернувшиеся домой израильтяне получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Врач, занимающийся лечением освобожденных заложниц, рассказал, что большинство получали по половине ломтика хлеба два раза в день. Пожилые женщины потеряли в плену в среднем 8-15 килограмм веса. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Израиль. Он встретился с премьер-министром Бенемином Нетаньяху, а вместе с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом посетил кибуцбэйри, который подвергся нападению террористов Хамаса 7 октября. В ходе визита они пообщались с пережившими резню местными жителями, осмотрели руины домов, а затем прошли к сожженной дотла художественной галереи. Штайнмайер заявил, что его страна будет официальным партнером Израиля в ее восстановлении и объявил о намерении парламента Германии пожертвовать в 2024 году на реконструкцию галереи в кибуцбэйри 7 миллионов евро. Силы Цахала продолжают проводить антитеррористические оперативные действия по всему западному берегу, арестовывая подозреваемых и конфискуя оружие. Сегодня произошло столкновение израильских военных и палестинцев возле тюрьмы Офер, куда должны были доставить заключенных, предназначенных для обмена в рамках сделки с Хамасом. Для разгона толпы был применен слезоточивый газ. Несколько палестинцев получили ранения, двое погибли. Создана международная группа по борьбе с финансированием терроризма. В нее вошли подразделения разведки Австралии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США. Решение о создании этой группы было принято из-за войны на Ближнем Востоке. Целью является объединение и укрепление усилий по воспрепятствованию международным денежным потокам, связанных с Хамасом, и поддержка глобальных усилий по борьбе с терроризмом посредством координации финансовой разведки и обмена информацией. В Министерстве образования Израиля разработали индивидуальную программу для вернувшихся из плена детей с учетом возраста, развития и национального состояния каждого из них. Учителя, которым предстоит работать с ними, получат необходимые знания по полному психологическому и педагогическому сопровождению учеников. Одноклассники узнают, что делать в отношении эмоций, которые могут возникнуть во время встречи. К каждому учебному заведению, где учатся похищенные дети, будут прикреплены психолог и педагог-консультант. На сегодняшний день были возвращены 30 детей, захваченных палестинскими террористами в начале октября, 23 из них – школьники. В киноклубе общинного центра горских евреев в Сокольниках прошел показ нового фильма «Вася не в себе» с Павлом Прилучиным в главной роли. О фантастической комедии с обменом телами гостям вечера сказали актеры. С ними пообщалась Наталья Кравченко. Герой картины «Вася не в себе» владелец строительной фирмы – обычный потребитель ресурсов и людей. Его должность настолько высока, что обычных людей он, кажется, и не видит. Про дни рождения коллег он не помнит, а гастарбайтеров – обычных трудяк – считает людьми второго сорта. Но по иронии судьбы, авария меняет все. Он просыпается в теле работяги со стройки и учится заново жить в этом мире, а заодно узнает, что такое доброта и милосердие. «В комедии через тот же юмор, которого много не бывает, мы можем поднять очень сложные, неудобные вопросики. Примерно такие, как взаимоотношения в социуме, взаимоотношения с межэтническим, отношения между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями». Вера Соловьёва исполнила в фильме роль секретаря Васи Марго. В жизни они тоже хорошо знакомы. Почти 20 лет. Вместе учились в Новосибирске. Этот фильм стал подарком судьбы для актрисы. Её первый съёмочный день, 5 марта, выпал на её день рождения. «Бася начинает обращать внимание именно на действия, на то, как к нему относятся, и что вне зависимости от того, рабочий, директор, бизнесмен, то важны человеческие отношения. Самое важное. Ты гость, для тебя всё самое лучшее. Плохой человек. Ты должен выполнить то, что предначертано». «Это тиктокер малолитный». «Не главный, как у тела, главный, как у человек». «Люди!» «Я люблю вас!» У гостей общинного центра «Объединение горских евреев» есть возможность смотреть новинки отечественного кинематографа в числе первых. Фильм «Васе не в себе» вышел осенью этого года. «В такое непростое время можно наконец-то выдохнуть и хоть чуть-чуть расслабиться и настроиться на позитивный лад вместе с нами, с киноклубом ОГЭ». В киноклубе проходят премьеры не только фильмов, но и песен. Первое исполнение своей новой композиции певица Суланж подарила зрителям фильма. Суланж – автор текста и музыки, полуфиналистка проекта «Голос». «Пусть один на пути, пусть так сложно преследить ты и все на бои в своей душе. Пусть уроки судьбы, пусть так много прожили, плавят внутри. Я, как человек, который всего достигает своим трудом, своим талантом, своими усилиями, хочу поддержать тех, кто также стремится к будущему, к своим мечтам, чтобы они никогда не опускали руки. И таким образом мне хочется поддержать слушателя, поддержать людей, особенно в такое непростое время». Киноклуб ОГЭ уже несколько лет существует при поддержке Международного благотворительного фонда «Стмынги». Гости клуба смотрят и обсуждают кино, а главными гостями вечеров неизменно становятся члены съемочной группы фильмов. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях – Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два Телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на «Первый еврейский», нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...